Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок. Именно словами датского сказочника Ганса Христиан Андерсена открыли в Набережных Челнах выставку необыкновенных цветов. Музей экологии охраны природы предлагает своим посетителям оценить всю красоту редких видов экзотических растений. Прямо сейчас предлагаем это сделать и вам, насколько позволят возможности современной телевизионной техники. Драцена, каймленная, педилантус, карликовый банан, ананас, инжир и фейхоа. Какую только экзотику не встретишь на этой выставке. Наибольший интерес у первых посетителей вызвало кофейное дерево. Кофе – любимый напиток многих людей, но мало кто знает, что кофе можно вырастить у себя на балконе. Вечное зеленое деревце является еще и декоративным комнатным растением. Оно приносит урожай до 500 граммов зерен в год. К тому же кофейное дерево может стать отличным подарком для ценителей бодращего напитка. При этом специалисты подчеркивают, что продукт получается максимально натуральным и одного зернышка хватит на 10 чашек кофе. Один из юных посетителей, как выяснилось, как раз выращивает у себя дома такой же деревце. Он и рассказал о вкусовых качествах напитка, который получается из зерн челнинского кофе. Ароман был очень хороший. Мне он понравился. Он был как обычный, так вкуснее. В продаже ростков или семян выставка не предполагает. На растения тут можно только полюбоваться и, как говорится, взять на карандаш, если появится желание завести себе такого комнатного друга. Я уже не первый раз на таких выставках, но вот эта выставка мне больше всего понравилась. Чем? Чтобы получить хороший урожай, полноценные соцветия делятся рекомендациями организаторы. Нужно тщательно ухаживать даже за, казалось бы, неприхотливыми растениями, такими, как, например, фиалка. Не стоит заливать сильно это растение, потому что не любит перелива, начинает подгнивать. По листьям тоже нежелательно поливать, потому что листья будут немножко иметь некрасивый вид. Посмотреть, как цветет и благоухает экзотика челнинцы и гости города могут до 21 апреля. Выставка «Весенний бал цветов» в Музее экологии охраны природы доступна с 8 до 17 часов ежедневно. Кристина Маматова, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережная, Челны.